Компания Ford представила новое поколение компактного кроссовера KUGA. Модель стала на 20 мм ниже, но в остальных параметрах существенно укрупнилась, а также получила функции полуавтоматического управления и сразу три гибридные модификации – умеренную, обычную и подзаряжаемую. Внешность новинки перекликается с дизайном моделей Focus и Fiesta. Та же тенденция заметна и в интерьере. Здесь удалили большинство кнопок, передав их функции тачскрину мультимедийного комплекса. В основе нового KUGA лежит увеличенная платформа от Focus 4-го поколения, которая сделала модель прочнее и в то же время легче предшественника на 100 кг. Моторная гамма новинки включает один бензиновый и два дизельных двигателя, мощность которых варьируется от 120 до 180 сил. Кроме того, кроссовер доступен с 2-литровым 150-сильным дизелем, работающим по схеме мягкий гибрид на основе 48-вольтовой бортовой системы. ДВС действует в паре со стартер-генератором, способным накапливать электрическую энергию при торможении. Есть и полноценная гибридная версия с силовой установкой, состоящая из бензинового мотора объемом 2,5 литра, а также электрического агрегата и небольшой литий-ионной батареи. Топовая версия кроссовера предполагает электромотор и двигатель объемом 2,5 литра, которые вместе развивают 225 л.с. Питаются они от аккумулятора на 10,3 кВт-часа, который можно заряжать от бытовой электросети. Инженеры оснастили новинку множеством помощников водителю. В частности, здесь есть система предотвращения фронтальных столкновений и наезда на пешехода, которая функционирует при помощи радара и видеокамер. Также Kuga оснащена автоматическим парковщиком и функцией помощи при выезде с парковки задним ходом. Увы, доехать до России новой Kuga пока не суждено. Недавно Ford объявил о сокращении своей линейки. Оставят российскому рынку только коммерческие модели, а производство и импорт легковушек будут прекращены уже к концу июня нынешнего года.